Уникальную выставку в этот день подготовил и Змеевский краеведческий музей. Змеевчане имели возможность увидеть остатки оружия и снаряжения войск советской армии, гильзы и снаряды, гусечные траки советских танков Т-34, Т-28, американского Шермана и немецкого бронетранспортера. Все экспонаты, говорит Михаил Саян, были найдены на территории Змеевского района участниками военно-патриотического объединения «Ориентир» и работниками краеведческого музея. Сегодня представлены интересные экспонаты периода Великой Вечерной войны. Они найдены на территории Змеевского района. Тут и фрагменты двигателя из немецкого летака Мессершмитта 110-го, двухмоторного. Тут и залишки оружия и порядки периода Великой Вечерной войны, как войск радянской армии, так и войск Немеччины. Также представлена техника в часах войны. Это два мотоцикла. Один – радянского производства, другой – немецкого производства типа BMW. Приковал взгляды змеевчан двигатель немецкого самолета «Миссер Шмидт». Это лишь малая часть находки, которую представили на выставке. Остатки мощного немецкого самолета будут располагаться в капитально отремонтированном краеведческом музее. «Миссер Шмидт» мы нашли в село Утківка Харківського району, но это только фрагмент. У нас сохраняется большая количество. Там практически где-то 300 кг. Залишки этого «Миссер Шмидта». Он был очень большой, двухмоторный. Особое внимание заслуживает фотовыставка. На стене музея представлены уникальные фотоматериалы. Архивные фотографии из фондов краеведческого музея, запечатлившие бои на подходах змеев в августе 43-го года. Партизанский отряд Копенкина под Тимченками в 42-м. Вид на село Тарановку с немецкого самолета в 43-м. Зажжение вечного огня в Змееве маршалом артиллерии Бажановым в 1973 году и парад юноармейцев в 80-м. Впервые в этом году также были представлены фотографии ветеранов района, многие из которых не дожили до 68-й годовщины Великой Победы. Не менее интересна и военная техника. Местные коллекционеры Геннадий Стадников и Василий Черепаха показали на выставке мотоциклы немецкого образца БМВ и советского образцов. Кстати, техника до сих пор на ходу. Мотоцикл исколесил центр города, гордо развивая на ветру Знамя Победы.